Всем привет! Сегодня будем переделывать стиральную машину с Зануси, так, чтобы ее можно было использовать в селе. Скорее всего, выражение использовать в селе не совсем уместно. Дело в том, что, скажем так, у нас современные села ничем не отличаются от города. Там либо есть централизованный водопровод, либо если такого нету, то обязательно есть колодец свой, на котором стоит, скажем так, насосная станция и без проблем в таких домах, в таких, скажем, селах можно подключить машинку как к водопроводу, так к электричеству, так и к канализации. Но за редким исключением бывают такие случаи, когда в доме вода только, скажем так, в ведрах и нет возможности подключить машинку под давлением. И как раз такие исключения, как правило, бывают в селах, поэтому я и сказал так, что мы будем машинку переделывать, чтобы можно было ней пользоваться в селе. В классическом варианте машинка подключается к водопроводу через вот такой вот электрический клапан. В данном случае у меня в руках двойной клапан, это самый популярный, который используется в стиральных машинах. Но тут есть один нюанс. Для его нормальной работы нам необходимо давление в системе около двух атмосфер. При меньшем давлении этот клапан может либо вообще не открыться, либо иметь очень низкую пропускную способность, что не позволит машинке набрать за необходимое время воду и машинка выдаст ошибку. Получается, что классическую автоматическую стиральную машину вы можете использовать только в тех случаях, если у вас в доме есть централизованная вода, либо же колодец с насосной станцией, либо же накопительный бак на чердаке. Только эти варианты могут вам обеспечить постоянное и минимальное давление на входе в стиральную машину. Но компания Горения позаботилась и о тех людях, кому не повезло иметь нормальное водоснабжение и для них они создали так называемый сельский вариант машинки, где вместе с машинкой идет накопительный бак, ставится рядом с машиной и в этот бак с ведра мы наливаем воду, а машинка уже берет воду непосредственно не с системы водоснабжения, а с этого бака. Наши же клиенты покупали эту машинку, когда жили в съемной квартире, где была, соответственно, централизованная вода. Но на данный момент они переехали за город на небольшой, скажем так, уже свой участок, где они построили временный дом, но к сожалению, у них пока на участке нет колодца и они используют воду с колодца соседнего участка. Поэтому у них нет возможности к этому колодцу сейчас подвести даже насосную станцию. Поэтому они попросили, скажем так, временный вариант, пока они не обзавелись нормальной водой, переделать эту машинку по тому же принципу, который сделал горение для своих, скажем так, сельских машинок. Я успел тут накидать такую небольшую схемку для того, чтобы вам более наглядно объяснить принцип работы машинки с клапанами и принцип работы машинки с вот таким вот внешним баком. Ну и собственно объяснить, что же мы будем сейчас сделать. Что мы видим на этой схеме? Ну, соответственно, корпус всей стиральной машины, порошкоприемник, куда у нас попадает вода в стиральную машину, то есть вся вода в стиральную машину у нас проходит мимо этого порошкоприемника. У порошкоприемника есть, как правило, три отсека. Это предварительная стирка порошок, вторая это основная стирка и посредине в большинстве случаев в современных машинах мы имеем ополаскиватель, так называемую спецобработку. Далее это все у нас, как правило, подключено двумя клапанами, таким же клапаном, в общем-то, как я показывал. И от этих клапанов у нас идут шланги, которые подключены вот к этому порошкоприемнику. То есть мы подключаем шланг к клапану, при необходимости подачи воды, вот у нас есть, я нарисовал такие проводочки торчат, на один или на второй клапан или на два сразу подается напряжение 220 вольт, эти клапаны открывают воду и, соответственно, вода попадает в порошкоприемник. Вот этого нам надо добиться от точно такого же, скажем, варианта, только уже с внешним баком, в который у нас налита вода. Как это реализовано в стиральных машинах сельского типа компании Горенье? У нас есть бак, предположим, я не знаю, там литров, наверное, визуально на 70. К этому баку подключен патрубок резиновый. Резиновый патрубок идет на такой вот насос двойной, то есть это корпус с двумя насосами, закреплен он в нижнем углу стиральной машины. И у нас с этих двух насосов выходят тонкие патрубки для шланга. Шланг используется здесь, два шланга используются такие же, скажем, тонкие, а не такие же, как и шланги на вот эти клапана. И вот эти шланги у нас уже одеваются не на клапан, а они идут и подключаются уже на насос. Соответственно, провода, которые у нас обычно подключены на клапана, на один и на второй, у нас уже подключается не на клапана, а подключается на соответствующие насосы. То есть, если раньше у нас подавалось 220 вольт и у нас открывался, например, вот этот клапан, то теперь у нас 220 вольт подается на вот этот насос и насос с бака начинает закачивать воду сюда же в порошкоприемник, то есть вода идет по тому же пути и так далее. Теперь давайте я объясню кратко, почему у нас сейчас в современных машинках используется, как правило, два клапана. А, кстати, отсека, куда у нас вода льется, три. Значит, смотрите, я не просто так нарисовал здесь такие вот, будем называть их форсунками, то есть у нас такие вот направляющие, здесь трубчатые находятся вот они, как правило, они находятся вот в этом же порошкоприемнике и они находятся не просто так под углом. Когда у нас, например, открывается вот этот клапан, у нас подается вода сюда и вода у нас идет, попадает не в этот отсек, как, в общем-то, наверное, казалось бы должно быть, а она под углом попадает вот сюда вот в этот порошкоприемник, то есть на вторую стирку, на основную. Если же мы откроем клапан вот этот, у нас вода из него пойдет, соответственно, вот сюда. А если же мы уже откроем два клапана одновременно, вода у нас, скажем так, будет вот здесь вот сталкиваться и уже будет идти вот сюда в третий отсек. Конечно же, частично там какие-то брызги будут попадать и в этот уже отсек, и в этот отсек, но это уже не принципиально. Спецобработка происходит уже практически перед самым отжимом, поэтому порошка нет уже на этом этапе ни в первой, ни во второй ячейке, поэтому у нас вода будет попадать как в средний отсек, так может попадать и в крайний. Так и должно быть. Вот я для наглядности взял такую крышку порошкоприемника с подключенными к ней клапанами уже. И вот мы видим, что как раз вот эта внутренняя часть, вот мы видим, что если мы подадим воду через этот клапан, она у нас пойдет здесь под углом и пойдет сюда по этому каналу и будет уже лить в этот отсек порошкоприемника. Если же мы подадим по этому, она у нас пойдет сюда и будет лить в этот отдел. И, соответственно, как я уже говорил, если мы подадим воду одновременно в два, то она вот здесь вот скорее всего, ну, вода сталкивается, смешивается, ну и большая часть воды идет в центральный отдел порошкоприемника, ну и конечно же, как я уже сказал, частично брызги и так далее будут попадать еще и в эти. Данная система распределения воды по ячейкам порошкоприемника в общем-то самая простая и самая надежная, поэтому в большинстве современных машинок используется именно эта система и именно с двойным клапаном. Мы будем переделывать точно такую же принципиальную схему, то есть с использованием двойного клапана, поэтому наш вариант переделки подойдет под большинство современных стиральных машин. Итак, в общем-то, что мы будем использовать? Первое, скажем так, самое основное, что нам необходимо, это вот такой вот специальный корпус. Я буду использовать именно Гореневский корпус для этих насосов. У нас устанавливаются сюда два насоса и сюда уже одеваются шланги, которые пойдут на порошкоприемник. На этот корпус мы одеваем два насоса Оскол М, в данном случае М332 второй. Дальше у нас все это закрепится в стиральной машине. Из стиральной машины у нас будет выходить вот такой вот, скажем так, этот раструб, на который мы будем одевать уже оригинальный Гореневский патрубок. Именно этот патрубок будет соединять наш насос с баком накопительным, куда мы будем заливать воду. Грубо говоря, таким образом у нас одевается сюда патрубок и этим концом он уже вставляется в отверстие в баке. Бак я взял вот такой, купил на 70 литров. То есть это бак какой-то рассчитан для закрепления на стене. Почему именно такой выбрал? Именно из-за его такой более-менее квадратной или прямоугольной формы. Так как такой бак нам можно будет без проблем приставить вплотную к машинке, это будет занимать, во-первых, меньше места, во-вторых, мы сможем использовать, чтобы ничего не изобретать нового, использовать вот этот оригинальный гареневский патрубок, но он относительно короткий. Если мы будем использовать круглый бак, то просто он уже до него не дотянется. Если же вы захотите, в общем-то, либо не найдете, либо захотите сэкономить и купить какой-то более дешевый круглый бак, бочку и так далее, тогда вам придется что-то изобретать еще с этим патрубком. Ну что ж, давайте теперь приступим к самому процессу. Я планировал, что сняв вот эту крышку, я в общем-то что-то здесь увижу более-менее, но крышка довольно маленькая и, честно скажу, не увидел ничего того, чего хотел. Поэтому сейчас машинку положу аккуратно на бок, ну и там уже вам расскажу, что мы будем дальше делать. Давайте для начала к корпусу насоса, соответственно, прикрутим эти насосы. Теперь после того, как мы, в общем-то, прикрутили насосы и понимаем прекрасно размеры всего этого блока, который нам надо установить в машинку, нам необходимо выбрать, собственно, само место, где мы их установим. Это надо сделать в нижней части машинки, так как насосы должны быть в нижней точке, и вода должна самотеком попадать в эти насосы. Ну а также это должно быть максимально отдаленное от вот этих вот частей машинки, которые внутри прыгают, скачут туда-сюда. Это бак и, в общем-то, все, что на этом баке закреплено. Например, если рассматривать вот этот угол, то здесь практически вплотную стоит мотор в этом углу. Ну и здесь не вариант его поставить, потому что этот мотор будет цеплять за уже установленные потом насосы. Единственный вариант, который я вижу, это установить насосы вот здесь, вплотную к вот этой плате управления. Плата у нас стоит неподвижно, поэтому тут у нас, в общем-то, проблем, соседства между платой и насосом не будет. Как я себе это представляю? Нам необходимо будет в задней стенке просверлить или прорезать отверстие для вот этого патрубка, чтобы он вышел, и приблизительно теперь нам надо посмотреть, где он у нас встанет, дабы мы его могли закрепить. Я думаю, что он будет приблизительно вот так, даже немного ниже, сюда. Теперь самое сложное здесь будет это правильно разметить отверстие, где нам его сверлить вот в этой задней стенке. В нашем случае здесь, как раз в этом месте, где у нас должен быть выход патрубка, находятся клеммы заземления установлены. Мы их пока снимем, не знаю, то ли рядом будет насос, то ли прямо на их месте, посмотрим. Но пока они немного мешают хотя бы даже прицелиться, поэтому я их пока сниму, а дальше мы что-то придумаем уже. Значит так, из того, что мне удалось там понаприцеливаться, у меня получилось, что нижний край вот этой трубки, центр, он у нас попадает где-то вот сюда, на эту точку, прорезь от заземления. Поэтому сейчас мы несложными математическими вычислениями вычислим, где у нас будет здесь центр. И дальше будем уже попробовать сверлить эту прорезь, потому что, честно скажу, до этого все разы, которые я прорезал, я это всегда делал бормашинкой, то есть аккуратно по кругу прорезал. Но занятие такое не очень быстрое, поэтому я что-то решил попробовать в этот раз просверлить коронками. То есть я взял специально коронки нужного диаметра по металлу и попробую ними просверлить. Если ними просверлить так не получится, тогда буду, скажем так, по старинке резать бормашинкой. У меня в общем-то здесь в мастерской сейчас есть только шуруповерт, потому что дрель я забрал домой. Шуруповерт у нас максимум сверло на 10, а вот эта коронка с держателем, у нее имеет шестигранник на 11. Но я решил включить смекалку и решил использовать такой вот переходник. Берем обычный держатель, держатель бит, или как это, наверное, не держатель, держатель... Короче, переходник с шестигранника на вот такой квадрат под маленькую головку и попробуем делать вот такой вот маневр хитрый. То есть одеваем сюда головку на 11, сюда вставляем коронку и пробуем сверлить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Даже проще, чем я ожидал. Бормашинкой нам все равно придется воспользоваться, дабы обработать получившуюся вот эту кромку, не очень красивую. Вот, поэтому поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот, в общем-то, мы просверлили, обработали кромки нашего отверстия. Ну и что мы здесь видим? Насос у нас сюда, в общем-то, влез. Здесь у нас немного уже, даже так, ну где-то с миллиметров 12-15 вылез вот этот патрубок, на который мы будем одевать резиновый уже патрубок. Ну и мне, если честно, поначалу не очень понравилось. То есть насос, получается, здесь вот этим креплением уперся в корпус и дальше он уже не выходит. То есть, по идее, он должен был еще где-то миллиметров 10-15 сюда, еще дальше вылезти. Ну, первое, что приходит, в общем-то, на ум, это может быть подрезать вот здесь корпус для того, чтобы дальше вот это крепление зашло, либо подрезать само крепление. В данном случае, конечно, подрезание крепления более уместно, потому что корпус вот этот я бы ни в коем случае не рекомендовал резать, так как это может привести к тому, что машинка потеряет свою жесткость и дальше она будет, скажем так, такая как резиновая, прыгать, скакать, вибрировать и так далее. Но после этого, в принципе, я уже одел сюда, попробовал одеть сюда резиновый патрубок и пришел к мнению, что достаточно того, что здесь даже выступает 15 миллиметров, более чем достаточно для того, чтобы закрепить и зафиксировать здесь нормально патрубок резиновый. Теперь нам необходимо подумать о том, как закрепить этот насос. В общем, довольно просто это все будет. Мы сейчас сюда вырежем приблизительно вот такую металлическую пластину, которая будет сюда выступать. Ее мы заклепками приклепаем к корпусу машинки. И здесь уже через заранее предусмотренное отверстие, соответственно, закрепим вот этот насос. Единственное, что я все-таки решил, что мы немного подвинем сюда насос. Буквально до вот этой перемычки я вот это постараюсь срезать, подрезать по высоте корпуса, чтобы этот насос еще чуть-чуть, буквально на 3-4 миллиметра подвинулся. Поехали! металлическая самоцоленчая приносим так как с früh�os где-то Kart- Karret Не делайте есть стоя. М Flexix. Маслое ПК Еврои На футб voices Я мягко��ATION он денег Приятных насос, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, вот мы и закончили скреплением уже этого насоса, то есть мы его на место установили. Теперь нам необходимо от него провести или проложить шланги и провода сюда, вот так вот на место этих клапанов. Поэтому сейчас машинку поставим в ее естественное положение и продолжим. Продолжение следует...